Бюджет города принят. 23 июня на внеочередном пленарном заседании за основной документ города депутаты Законодательного собрания Севастополя проголосовали единогласно. Постоянная комиссия по бюджету Севастопольского парламента поддержала поправки, внесенные правительством города с учетом замечаний контрольно-счетной палаты и юридического управления парламента. Однако есть тут и поправки, которые произведены с целью перераспределения средств по инициативе правительства. Управление по делам молодежи и спорта перераспределяет средства для организации строительства и реконструкции спортивных сооружений. Дополнительные объекты предлагается в городе возвести, причем не просто возвести за счет города, а на основании этого перераспределения подключиться к федеральной программе, то есть получить еще и федеральные средства дополнительно для создания новых спортивных объектов. Согласно внесенным правительством города поправкам, Департамент здравоохранения перераспределяет средства на оснащение медицинских учреждений автоматическими системами пожарной безопасности. Департамент образования планирует направить средства на создание условий для инвалидов в дошкольных учреждениях города. Департамент городского хозяйства на капитальный ремонт жилого фонда многоквартирных домов. Дополнительно выделяются средства на погашение задолженности по заработной плате, которая возникла еще в 2014 году на предприятиях Севэлектроавтотранс, Севастопольском автодоре и специализированной службе похоронного дела. 12 миллионов 320 тысяч рублей будет выделено Департаменту архитектуры и градостроительства правительства Севастополя на разработку концепции архитектурного и функционального освещения города. И очень такой значимый момент 10 миллионов направляется на организацию публичного акционерного общества, дирекции индустриального парка Севастополь в рамках реализации государственной программы развития промышленности Севастополя на 2015-2020 годы. Индустриальный парк, конечно, нашему городу очень нужен. Была поддержана и поправка депутата Алексея Михайловича Чавова по исключению 15 миллионов на финансирование программы «Казачество» и поправка депутата Вячеслава Викторовича Аксенова по исключению сумм, направленных правительством на социологические исследования. Продолжение следует...